Продолжение следует... 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 В городе Гродно – 8 0 152 79 88 16 79 88 40 79 88 01. В городе Лида – 8 0 154 55 01 40 56 78 82 55 01 51. По данным телефоном можно обращаться по спорным вопросам, а также вносить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего централизованное тестирование. При проведении единого дня информирования 18 мая состоялись встречи информационно-пропагандистских групп Сморгонского райисполкома с трудовыми коллективами и населением района. Одна из групп, которую возглавляет заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяка, встретилась с работниками инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Сморгонскому району. В форме открытого диалога прошла встреча информационно-пропагандистской группы с трудовым коллективом инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Сморгонскому району. Состав группы, куда вошли руководители, специалисты основных организаций и предприятий Сморгонии, представила заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Николаевна Щеберяка. На рассмотрение были предложены несколько тем. На острой проблеме о вреде курения для здоровья человека подробно остановился заместитель главного врача Центральной районной больницы Виталий Крупович. Он назвал целый букет заболеваний, которые вызывает эта вредная привычка, и посоветовал тем, кто курит, отказаться от этой пагубной зависимости. В докладе не раз всплывало понятие пассивного курения. Также был поднят вопрос о приравнивании электронных сигарет к табакокурению. В обычной сигарете еще прибавляется к действию самого никотина, действия табачного дыма. То есть при сгорании бумаги, самого табака вырабатывается масса вредных веществ, которые вместе с дымом пикаются в легкие человека. Особое значение имеет при сгорании табака и этой бумаги вырабатывается изотопы радиоактивных веществ, которые имеют очень большой период полураспада, и они оседают на клетках легких, и очень долгое время остаются там, вызывая канцерогенные действия, вызывая онкологические проблемы у человека. Плюс синийная кислота вырабатывается при курении с табака, а вот эти вещества, синийная кислота яд, а он действует на клетки и ткани человека. Докладчик по второй теме, врач-гигиенист Моргонского зонального центра гигиены и эпидемиологии Светлана Милюк, начала свое выступление с освещения такой проблемы, как распространение ВИЧ-инфекции. Врач-гигиенист рассказала присутствующим, что на 3-е воскресенье мая приходится Международный день памяти о людях, умерших от СПИДа. В 2017 году он проходит под девизом «Я не ноль». Также в докладе прозвучали неутешительные цифры статистики. «Постоянно напоминается, что существует такая опасность в мире, потому что когда-то проблема эта начиналась, как проблема молодых, 15-20-летние, в основном это наркоманы, наркопотребляющие пусты и тачи были через кровь. В настоящее время ситуация поменялась. И ВИЧ-инфекция сейчас распространяется половым путем. Этот путь вышел на первое место. Теперь большая часть, выявляемые случаи, приходит на разношную группу 40 лет и старше. Видимо, из-за того, что это поколение недооценивает риск различий ВИЧ-инфекции, что и влечет за собой такие проблемы. Поэтому у нас в Багазе организована бесплатная анонимная обседа на ВИЧ-инфекции. И для каждого человека знать свою ВИЧ-инфекцию. О вопросах пожарной безопасности говорил заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Евгений Садовский. Он акцентировал внимание собравшихся, что сегодня основной причиной гибели людей на пожарах является курение в постели. Также предупредил об ответственности за выжигание сухой травы. Заместитель начальника милиции Анатолий Счастный призвал всех граждан соблюдать правила поведения в общественных местах. А также, учитывая приближение купального сезона, дал несколько рекомендаций при посещении водоемов. Опережая наболевший вопрос о состоянии дорог, Татьяна Щеберяка рассказала, что местными властями изыскиваются все возможные способы для ремонта проспекта Индустриального. Так, часть средств изыскана из районного бюджета для ремонта дороги до хлебзавода. Для ремонта участка от хлебзавода, который уже входит в свободную экономическую зону, прорабатывается вопрос о возможности финансирования дорожных работ СЭС «Гродно Инвест». Татьяна Николаевна акцентировала внимание присутствующих на том, что для руководства района состояние дорог – очень важная тема, особенно в свете привлечения инвесторов, для которых необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Поступление в пятые классы гимназии города Сморгоний осуществляется на конкурсной основе после вступительных испытаний в письменной форме по следующим учебным предметам – белорусский язык, русский язык, математика. Вступительные испытания проводятся в период со 2 по 10 июня 2017 года. Начало вступительных испытаний в 11.00. С 20 по 21 мая 20 команд коллективов физической культуры, организаций и предприятий Сморгонщины приняли участие в 12-х районных спортивных играх трудящихся. Мероприятие по традиции приурочено ко дню работников физической культуры и спорта, который отмечается у нас в стране в третью субботу мая. Праздничное шествие, которое взяло старт от средней школы номер один и завершилось на городском стадионе «Юность», вселяло в сердца сморгонцев гордость за наших спортсменов. Ведь в одной колонии вместе с представителями трудовых коллективов с бесчисленным количеством всевозможных медалей и наград гордо шли по центральной улице дюдаисты, баскетболисты, футболисты, легкоатлеты, которые ежедневно кропотливым трудом отстаивают честь нашего края на спортивных площадках Беларуси и зарубежья. На стадионе «Юность» состоялся праздничный парад, в котором приняли участие ветераны спортивного движения Сморгонского района. Лучшие были награждены специальными призами отдела образования, спорта и туризма райисполкома. Занятие физкультурой и спортом дает нам силы, красоту, здоровье, продлевает нам жизнь. Поэтому я всем желаю очень серьезно относиться и с уважением к физкультуре и спорту, любить физкультуру и заниматься физкультурой. Всем нашим юным спортсменам хочу пожелать новых спортивных побед, высоких достижений, дойти до олимпийских высот и найти себя в спорте. Шагать уверенно по жизни, не только в спорте, но и в жизни быть настоящими, хорошими людьми. Поэтому всех поздравляю с праздником и желаю всем удачи. Праздник, который мы сегодня отмечаем, имеет важное значение не только для работников отрасли, не только для спортсменов, но и для всего общества. Потому что физкультура, спорт являются важнейшим атрибутом сегодня современного человека, того человека, который ведет полноценный образ жизни. Как вы видите, вот сегодня даже по параду людей и детей было довольно-таки очень много. Это что является большим показателем и хорошим стремлением детей к занятию спортом. Потому что сейчас у детей, что на первом плане, ну, компьютеры. Ну, а так, понятно, вот, и есть в Сморгоне все места для того, чтобы заниматься спортом, и площадки, и футбольные поля. Лично сам я начал заниматься спортом очень давно, потому что, во-первых, спорт – это что? Это здоровье. А если есть здоровье, все получится, все будет. У меня подрастает двое детей, одному 4,5 года, второй еще маленький, три месяца. Ну, планируем. Скорее всего, пойдут по стопам отца в футбол, ну, а там уже как сами выберут. Захотят в футбол, захотят на бокс, я уже тут. Как у них какое стремление будет, к чему, там будем дальше смотреть. Ну, понятно, что будут в спорте. Начал заниматься спортом 7 лет назад, очень понравилось. Баскетбол – это активная игра, нашел много новых друзей, много новых приключений, побывал практически во всех городах Беларуси. Очень интересно. Что дает баскетбол для молодого человека? Дает полное развитие мышц, укрепление костей. Просто ты начинаешь быстрее расти. Ну, помимо этого, еще дает себя преподносить новых друзей. Жизнь нам дана не для того, чтобы мы сидели в компьютере, а чтобы путешествовали, чтобы мы занимались спортом, чтобы было что рассказать потом в старости. Спорт дает мне награды, друзей, путешествия, здоровье. Мои родители всегда гордятся, поздравляют. Для меня спорт – это жизнь. Я бы не знала, что бы я делала без спорта, потому что куча свободного времени, и я отдаю это для спорта. После торжественной части праздника участников ждали спортивные соревнования. На протяжении двух дней команды, разделенные на три группы, оспаривали звания сильнейших в мини-футболе, перетягивании каната, гиревом спорте, настольном теннисе, дартсе или легкотлетической эстафете. По итогам состязаний победителем 12-х районных спортивных игр трудящихся в первой группе стала команда отдела образования спорта и туризма Сморгонского райисполкома. Второе место досталось команде агрегатного завода. Третье – воинской части 2044. Вторая и третья ступеньки пьедестала покорились, соответственно, представителям РОВД и Дроц-Лесная поляна. В третьей группе, где выступали только команды сельскохозяйственных предприятий, победителем стали спортсмены СПК «Совбел». Второе место у команды совхоз «Сморгонский», третье – у представителей СПК «Солы». Выпускник 2009 года Сморгонской средней школы номер 5 Максим Лысенко находится на грани жизни и смерти. Ему поставлен диагноз «рак». В марте 2017 года ему была сделана операция по пересадке костного мозга в Республиканском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Но в ходе долгого и продолжительного лечения после трансплантации костного мозга у Максима возникли тяжелые осложнения. Счет идет на часы. Необходим дорогостоящий курс лечения. Каждый неравнодушный может стать участником благотворительного фотопроекта в помощь Максиму «Мир не без добрых людей». В городском парке нашего города четверо лучших фотографов 24 мая с 16.00 до 20.00 и 26 мая с 15.00 до 20.00 подарят вам три фото с друзьями и близкими за символических 5 рублей. Протяните руку помощи, ведь и море состоит из малых капель. Привлечь внимание родителей и широкой общественности к проблеме травматизма и гибели детей, которые остаются без присмотра взрослых, призвана профилактическая акция «Не оставляйте детей одних». Она проходит во всех регионах Белоруссии по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям. О том, что малышей нельзя оставлять ни на одну минуту, сказано и пересказано. О безопасности детей должны в первую очередь заботиться родители. Понятно, что предусмотреть все невозможно. Однако рассказать об опасных ситуациях, объяснить, почему они могут произойти – обязанность взрослых. В гости к ребятам из домов семейного типа «Семейкот» и «Ведень», которые живут по соседству в микро-районе молодежной нашего города, заглянул с дружеским визитом расчет сморгонских спасателей. С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности, это касается домов, на улице, отдыхе, водоеме и другое, в период с 12 мая по 3 июня на территории Республики Беларусь стартовала профилактическая акция «Не оставляйте детей одних», приуроченная к Международному Дню Семьи и Дню Защиты Детей. Пожарная машина сразу привлекла внимание детей. У огнеборцев же с собой был запас огнетушителей, спасательного обмундирования, пожарного оборудования и терпения. Ребятам спасатели разрешили все – посмотреть, потрогать, померять, посидеть и покрутить. Большой восторг у мальчишек и девчонок вызвала примерка настоящей боевки спасателя. А самые смелые смогли подышать чистейшим воздухом из баллона. И все это для того, чтобы дети видели, как работают те, кто круглосуточно стоит на их защите. Мне понравилось все. А что именно? Мне понравилось, как дядя пускал на машине дождик. А еще что? Когда мама соревновалась с другой мамой. Мне все понравилось, и я тоже хочу стать спасателем. Я залазил в машину. Интересно было внутри машины? Да. Мне понравилось, как дядя поливал дождик, залезать в машину и маску одевать. Мне понравилось, как я сидела в машине. У нас поместилось 10 человек. Бойцы из районного отдела по чрезвычайным ситуациям рассказали и показали детям, как тушатся пожары, какие способы защиты они применяют во время спасательных операций, а также ответили на все вопросы детворы. В конце презентации спасательной техники обе мамы Ирина Кот и Елена Ведель, вдохновившись работой пожарных, решили продемонстрировать собственное умение надевания спасательного костюма. Чуть поодаль за своих мам с азартом и радостью болели их два больших семейства. Учитывая, что женщины впервые сталкиваются с подобного рода заданием, то для первого раза им удалось на отлично справиться с этой задачей. За это они получили небольшие сувениры от сморгонских спасателей. На этом сюрпризы не закончились. В доме семьи Кот всех ребят ждали два веселых клоуна, насыщенная игровая программа, а также просмотр тематического мультфильма. Раскраски и яркие закладки с памятками правил безопасности стали не только приятным, но и полезным подарком для ребят. Я думаю, что эта встреча была очень и очень полезна. Вообще мы с детьми периодически говорим о том, как себя надо вести в чрезвычайных ситуациях при пожаре, например, когда в дом приходят незнакомые люди, в других ситуациях. Но именно вот такие встречи, когда все проходит с участием гостей, когда все проходит ярко, когда дети знакомятся и с техникой, и еще с чем-то, они оставляют всегда след в душе ребенка, всегда позволяют запомнить то, о чем они говорили. И я хочу сказать большое спасибо сотрудникам МЧС, которые сегодня уделили столько времени нам, нашим детям, которые позволили им соприкоснуться очень близко, очень плотно с этой профессией спасателя. И хотелось бы, чтобы такие встречи были частыми, были регулярными. Мы будем очень благодарны, если о нас не будут забывать. Работники МЧС призывают всех родителей быть для своих детей положительным примером, обучать своих чад правилам безопасного поведения. Вы подарили детям жизнь, так не лишайте их права на безопасное будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В среду 24 мая увеличится облачность, возможны кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха составит плюс 9,11. Днем ожидается 18-20 градусов тепла. Ветер западный умеренный. В четверг 25 мая пройдут дожди, возможны грозы. Ночью воздух прогреется до плюс 9, плюс 11. В дневные часы температура воздуха составит плюс 20, плюс 22. Ветер западный умеренный. Это были основные темы нашего выпуска. Благодарим за внимание. Будьте в курсе событий. Ами-мебель. Акция «Уникальная цена». Стенка Токио за 400 рублей плюс подарок. Еще и в рассрочку. Ами-мебель. Ами-мебель. Акция «Уникальная цена». Скидка 50% на компьютерный стол при покупке компьютерного стула. Еще и в рассрочку. Ами-мебель. Акция в Ами. Скидки получай. Скидки до 50%. Шкафы по лучшей цене за два года. Дополнительные скидки на второй и третий товар. Еще и в рассрочку на 10 месяцев. Ами-мебель. Ами-мебель. Акция «Уникальная цена». Стол-трансформер. Всего за 170 рублей. Шикарное застолье для восьми человек. Ами-мебель. Ами-мебель. Акция «Уникальная цена». Диван-кровать «Мартин» всего за 200 рублей. Еще и в рассрочку. Ами-мебель. Программа события транслируется при технической поддержке общества с ограниченной ответственностью Аксиома-сервис. Сморгонское кабельное телевидение.